Здравствуйте, товарищи! На связи один из КВ. Итак, без лишней воды. Запускаем колонию на Титан. Видео обещает быть длинным, поэтому, дабы вы не заскучали, я решил озвучить его. Все модули отправляются разом на большой безымянной ракете. У меня не возникло желания вновь предаваться плоским утехам с многоразовой ступенью и механизмами. Гвоздем сегодняшней программы является отнюдь не ракета, а навороченная база. Я уверен, вы найдете чему удивиться. Рабочее название базы – ВОЖ. Это аббревиатура, значение которой я предлагаю вам отгадать самостоятельно. Притворение проекта в жизнь заняло 10 дней. Я так не убивался со времен работы над лунной колонией Мочинь-Тан. Большая часть времени ушла на устранение проблем, возникших после очередного обновления. Стэф влез своими куриными лапами туда, куда лезть не стоило. Он изменил физическую модель обтекателей. И только этого было достаточно, чтобы моя постройка посыпалась. Но есть и такое нововведение, за которое я безмерно благодарен разработчику. Наконец-то у меня появилась возможность отключить дурацкие магниты стыковочных механизмов, из-за которых слишком легкие постройки превращаются в самонаводящиеся снаряды. Выходить на орбиту Сатурна не нужно. Аппарату поможет затормозить плотная атмосфера Титана. На его поверхности валяются обломки бракованной модели ВОЖ. Перед аэроторможением необходимо построить все модули в ряд, чтобы их мог заслонить тепловой щит, который держит робот. А последний нужно развернуть. Я установил широкий щит, так как научен горьким опытом посадки марсианской базы. Ее щит был подогнан к постройке по ширине впритык, поэтому она не прощала и минимального отклонения от курса. Вот она, невероятно красивая фиолетовая атмосфера Титана. Ближе к поверхности она перекрашивается в желтый. На этот момент я не буду накладывать никакой тревожной музыки, поскольку база совершенно спокойно выдерживает нагрев. Для остановки такой махины на Титане достаточно всего двух парашютов. Есть касание. Полюбуйтесь, как легко и нелепо может плясать 80-метровая жестянка на спутнике с низкой гравитацией. А с этого момента начинается моя любимая и тут же ненавидимая часть. Нужно распаковать детский конструктор и построить из него домик. Но делать это придется с помощью дрона, который наказывает любое проявление неаккуратности или снижение концентрации. Сперва давайте организуем рабочее пространство. То есть бросим все эти детали в близлежащую яму. Теперь у нас есть свободный клочок земли, на котором мы можем начать сборку платформы. На ней будут размещаться все модули ВОЖ. Кстати, на макушке у робота докпорт, который следовало отделить сразу же после посадки за ненадобностью. Но он продержится там вплоть до конца стройки. Кратор, в который нам довелось совершить посадку, совсем не просторный. В будущем всю базу понадобится перенести на новое место. За этим холмом есть замечательная поляна без значительных изъянов ландшафта. А железному гастарбайтеру хватит мощности и горючего на такой перелет. Сценарий, по которому ВОЖ совершает посадку на Кудыкиной горе и требуется далеко летать, был предусмотрен. Точно предсказать место, в котором окажешься после входа в атмосферу без хитровыдуманных формул практически невозможно. Управление при спуске также сильно ограничено. А на Титане, между прочим, есть более чем реальный шанс утонуть в луже. Для этого спутника доказано существование жидкости на поверхности. Правда, это будет не вода, а мутная смесь из титана и болотного газа. Тем временем, платформа готова. Далее нужно разложить вот эту поленницу. Это не что иное, как башни ветрогенераторов. На расстоянии, которое лежит между Солнцем и Титаном, солнечные элементы, как источник электроэнергии, совершенно бесполезны. В сетчете панели в СФС после перехода на версию 1.5 утратили свою основную функцию. А на спутнике Сатурна, где солнечного света очень мало, они бесполезны втройне. Альтернатив, пришедших мне на ум, было две. Ретеги, либо ветряки. Но радиоизотопный термоэлектрический генератор – это просто унылая серая коробка. Поэтому я сделал выбор в пользу последних. Хотя их эффективность на Титане также довольно сомнительная. А вот, собственно, наступило будущее, в котором для дальнейшего строительства ВОЖ нужно передислоцироваться. Наблюдать за тем, как около 30 тонн порхают как бабочка на двух ионных двигателях, которые до кучи существенно удалены от центра тяжести, конечно, дико. Между тем, очередь дошла до самых важных деталей генераторов – пропеллеров. Винты как раз и были источником крутящего момента, мощь которого позволяла базе танцевать после посадки. Забегая вперед, скажу, что силой вращения я переборщил. Перед установкой их тоже нужно собрать. Говоря о сборке, моя вторая любимая часть после строительства базы на поверхности – это распиливание уже готовой постройки на чертеже. Это было самое медитативное занятие за всю миссию. Я просто сидел и в размеренной обстановке расчленял одну длинную палку на четыре короткие. Эти пропеллеры входят в число деталей, которые пострадали из-за измененного хитбокса обтекателей. Вторая такая деталь – это флагшток. Я так и не объяснил, в чем, собственно, соль. Раньше обтекатели физически представляли собой тонкостенные трубы. То есть толщина вот этих элементов на самом деле составляла всего пару пикселей. А крепления вовсе были нарисованными, и столкнуться с ними было нельзя. Сейчас же обтекатель ощущается так же, как и выглядит. Это все настоящее. И, как оказалось, может быть помехой. Он ненавидит свою жизнь, ненавидит свою работу. Иногда он думает, да пошло оно все. Не грусти, раб. Как только ты закончишь работу над Бош, я разобью тебя о ближайшую скалу. Не надо, деда Валтош. Я буду думать. И вы, товарищи, тоже крепитесь. Мы выходим на финишную прямую. И вам недолго осталось слушать мой пушечный бас вкупе со словесной диареей. А кто такой раб? Рабочий автономный бот. Сокращенно раб. А вот и второй ветряк. Скоро вы увидите, как они вращаются. Чугунок решил доказать свою нужность и донести два тяжеленных обитаемых блока за раз. Именно эти бани-бочки составляют наибольшую долю массы всей базы. Можно подумать, что законные физики на Титане работают как-то неправильно. Когда модули становятся в пазы, непонятные серебряные детали превращаются в ступени, ведущие к шлюзам. В этот момент я обрадовался красивой посадке и поигрался с камерой. М-да, неплохо было бы сначала отделить все придатки. Ладно. А вот и самая интересная деталь с точки зрения исполнения. Жемчужина ВОЖ. Функциональный флагшток. Нет лучшего завершения работы, чем торжественное поднятие корейского знамени. Палка-поднималка кардинально изменялась от базы к базе. И на этот раз мне удалось довести ее до совершенства, целиком упрятав механизм в тонкий обтекатель. Это отразилось на процессе его сборки. Сейчас нужно будет продеть движущую часть флага в трубу. Поскольку детали соединяются не только впритык, но и на определенном расстоянии, можно заставить докпорт свободно скользить внутри обтекателя. Большинство механизмов, склеившиеся таким образом детали вредят, но только не моему. А вот и оставшаяся часть флагштока. Я ее уже собрал. И в конце концов, последняя деталь. Вишенка на торте. Затычка для трубы. К ее стыковочному узлу флаг прицепится, как только поднимется над ВОЖ. Летучий телевизор выполнил свое предназначение. Но напоследок я дару ему возможность увидеть, как над Титаном под государственный гимн торжественно возвысится флаг Корейской Народно-Демократической Республики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Самое время разблокировать подшипники винтов, чтобы те начали вращаться и вырабатывать электричество. Ого-го! Вот это дуновенье! А еще я вам кое о чем не сказал. Смотрите сами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Если вам понравился такой формат, дайте мне знать. До скорых встреч!